Привет, друзья! Сегодня полезные советы, которые стоит увидеть. Если вы работаете с деревом и хотите сделать скрытый крепеж, то вот вам отличный способ. Возьмем брусок, засверлим отверстие в нем и закрутим саморез. А теперь его красиво скроем. Для этого соберем немножко опилок. Чем фракция мельче, тем лучше и желательно от того же бруска. Берем в руки суперклей. В отверстие закладываем слой опилок и капаем пару капель клея. И повторяем процесс, пока не заполним все отверстия. Даем время клею схватиться, а затем шлифуем отверстие. И у нас получается отличный герметичный шкант. Словно мы залили отверстие смолой. И выглядит необычно и аккуратно. Также хитрый способ можно применить и на заготовках, у которых сколот край. Сначала шлифанул заготовку. Насобирали немного пыли. Далее берем малярный скотч и делаем опалубку. Теперь снова в ход идет суперклей и опилки. После высыхания шлифуем заготовку. И у нас получается отличный ровный край. Берите на заметку, вдруг где пригодится. Зажимая заготовку в слесарные тиски более-менее плотно, мы испортим поверхность. Будь это доска или ламинированная ДСП. И чтобы этого не происходило, нужно по-быстрому сделать накладки на тиски. Для этого возьму брусочек 2х4. Замеряю расстояние на тисках и отрезаю пару заготовок. С помощью хитрой линейки размечаю одинаковые отверстия. Диаметр магнита у меня 15 мм. Поэтому беру сверло на 16 мм и засверливаю отверстие, чтобы утопить его вглубь древесины. Далее надо вклеить неодимовые магниты. Для этого буду использовать суперклей индустриальный от компании Дандил. Он надежно склеит в любых сочетаниях металла, керамику, фарфор, пластик, кожу, резину, дерево, картон и пористые материалы. Крышка флакона имеет повышенную герметичность. А самая сочная фишка такого клея – это в крышку вмонтирована стальная иголка, которая при закрывании автоматически прочищает носик флакона и предотвращает застывание в нем клея. Именно по этой причине этот клей у меня в работе уже полгода. Благодаря этому, казалось бы, небольшому отличию – игла в крышке. Он не высыхает и всегда готов к работе. А по объему хватает его надолго. Таким суперклеем я много раз работал в своем доме. Склеивал доборку для плинтусов, также фиксировал заглушки на подоконниках, приклеивал к плитке пластиковые крючки, подклеивал обои к ДСП. Поэтому, друзья, смело вам рекомендую. Этот американский парень выполнит кучу разных задач. А более подробно можете узнать по ссылке в описании. Итак, на деревяшку капаем пару капель клея. Вставляем магнит и прижимаем на 40 секунд. Этого достаточно для схватывания. А уже через пару минут он отвердевает, и можно переходить к тесту. У нас получились простые быстрые накладки на губки тисков для зажима деревянных заготовок. И теперь, прижимая древесину, от тисков не будет оставаться и следа. Берите на вооружение, в мастерской или гараже точно пригодится. Делая ремонтные работы, особенно бытовую электронику, разбирая, у вас будет масса разных болтов и гаек ювелирного размера. Поэтому при таких работах возьмите любой кусок доски или фанеры и малярную ленту, которую наматываем на доску липкой стороной кверху. Этот брусок прижимаем к столу, и он уже никуда не упрыгнет. А на верхнюю поверхность мы можем складывать, выкладывать весь крепеж в нужной нам последовательности. И не бояться, что он куда-то убежит или затеряется. Идея рабочая проверена временем, так что запоминайте. Работая с алюминиевым профилем, бывает требуется его нарастить. И вот вам отличный способ, как это сделать без крепежа. Рисуем разметку и вырезаем лишний кусочек с помощью ножниц по металлу. Далее профиль вставляем друг в друга и зажимаем пассатижами края. Таким образом достаточно хорошо сидит профиль на своем месте. Если вдруг покажется, что вам такое крепление недостаточно, то по бокам всегда можно добавить пару саморезов. Хотя и без них все держится просто отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Работая с суперклеем и подавая его из тюбика, мы получаем максимально маленькую каплю клея. Но что, если нам нужно получить еще меньше? Тогда в этом случае отлично поможет иголка от шприца. Надев ее на кончик носа тюбика, мы можем в разы уменьшить каплю клея. Но это еще не все, друзья. С помощью иголки мы можем подлезать в самые неудобные места и подавать клей в вертикальном положении тюбика. Запоминайте способ, в жизни точно пригодится. И напишите в комментариях, какие советы вы знали, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И не забудь ударить в колокол. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.